Генеральный спонсор программы «Жилищный комплекс Дядькова». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс Дядькова. Надежное качество по доступной цене. Звони 997722. В эфире итоговая информационная программа о событиях этой недели. Расскажут наши авторы и я, Алена Куколева. Смотрите в этом выпуске. Рязань, как и вся страна, живет подготовкой к самому важному празднику – Дню Победы. Рязанские мотоциклисты считают часы до главного события года – открытие мотосезона. Рязанские подводники готовят экспедицию по подъему с Одноладожского озера легендарного грузовика. Рязань, как и вся страна, живет подготовкой к самому важному празднику – Дню Победы. 9 мая тысячи горожан принесут цветы к вечному огню на площади Победы. О том, почему именно эта площадь выбрана памятным местом, расскажет Марина Комиссарова. В преддверии главного для нашей страны праздника – Дня Победы – об этой площади вспоминают чаще, чем обычно. Вертикальная стела, горизонтальная стена и скульптурная группа, которые напоминают о подвиге советского народа, благодаря которому мы с вами живем под мирным небом. Мемориальный комплекс украшает площадь Победы с 1967 года. В центре его скульптурная группа, спроектированная Горбуновым. Она символизирует единство фронта и тыла в то героическое время. Рядом на обелиск высотой 30 метров поднята многократно увеличенная копия Ордена Победы. Вечный огонь славы горящего монумента зажжен от вечного огня на могиле неизвестного солдата в Москве. Между тем, история площади непроста. Как считают специалисты, есть в ней и хорошие, и спорные моменты. Площадь Победы – одна из центральных площадей. Не главная вовсе. Главных у нас может быть несколько, и соборных в том числе. Но просто этот центр огромного района, Троицкой Слободы, безусловно, возникла Троицкая Слобода в 18 веке. И в второй половине 19-го здесь сложился центр этой Троицкой Слободы. Почему? Потому что на месте французского названия Муниципальный Культурный Центр, на французе немножко в Рязани. А как можно было бы сказать, городской дом творчества, по-русски, стояла очень красивая красно-кирпичная огромная церковь Троицкая, которую снесли, к сожалению, и площадь потеряла маячок. После того, как церковь снесли, улицы поблизости стали звать безбожными. А площадь из Троицкой думали переименовать в площадь 50-летия Октября. Но мемориальный комплекс и вечный огонь в центре города оказались важнее. К тому же Стелла в Победном монументе стала новым ориентиром. После утраты церкви. Впервые в Советском Союзе на памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, появляется женщина. Пускай немножко сзади, сбоку, но все равно она несущая знамя. У нее правая рука зажимает развивающееся огромное знамя Победы. И без женщины мы войну бы не выиграли точно. В этом учебном заведении обучался Анатолий Новиков, автор легендарных «Смуглянки» и «Эх, дороги». Между тем, здание первой в России учительской семинарии – памятник архитектуры, о котором не знает даже большинство жителей нашего города. Потому что он закрыт другим памятником – мемориальным комплексом. Памятник стоит, Стелла замечательная. Все бы хорошо. Но единственный минус – вот эта горизонтальная стена, которая загородила один хороший памятник, загородила второй хороший памятник. И это очень больно, потому что это первое в России заведение, где учились сельские мальчишки. Площадь Победы наряду с мемориальным комплексом на Скорбящинском кладбище напоминает нам о страшной войне и подвиге народа. С почтением относиться к этим святыням – наша главная задача. Далее в эфире программа отрывок из проекта, посвященного Всероссийской акции «Бессмертный полк». Миллионы россиян примут участие в шествии в честь Дня Победы, гордо неся в руках фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны. Бесспорно, это один из самых сильных и трогательных моментов праздника. В преддверии 9 мая наша съемочная группа отправилась в школу номер 40 в Рязани, где о своих героях рассказали ее учащиеся. Моего прадедушку зовут Храмов Кузьма Семенович. Ему 95 лет. Он прошел Великую Отечественную войну. Был дважды ранен. И получил медали за отвагу и за боевые заслуги. Он у меня добрый, веселый. Он рассказывает много интересных историй. Мой прадедушка Богатов Василий Васильевич воевал на Кавказе. Он был награжден орденами и медалями. После войны наш прадедушка ездил с друзьями в Берлин, в имперскую канцелярию, откуда командовал Гитлер. На Рейхстаге он расписался в лагуть в город Рязани. Хоть мы и не знали нашего прадедушку, но для нас он герой. Я благодарю своего прадедушку за жизнь, за мирное небо над головой, за ту жизнь, которую он мне подарил. Спасибо тебе, прадедушка, за то, что ты защищал Родину. Спасибо, прадедушка, за мое детство. Спасибо тебе, дедушка, за мирное небо. Спасибо тебе, дедушка, за то, что все убийство сейчас есть. Я благодарна своему прадедушке за мирное небо над головой. Спасибо тебе, дедушка, что я могу учиться в школе. За все спасибо тебе. Горошее с прадедушкой. Спасибо тебе за то, что мне понесли. Спасибо тебе, дедушка. Бабуль, я тебя люблю. По всей стране проходят мероприятия ко Дню Победы. Между тем, некоторые люди посвящают каждый свой день сохранению памяти того трагического времени. Так, рязанские подводники готовят экспедицию по подъему с Одноладожского озера легендарного грузовика, который перевозил грузы по дороге жизни. Подробнее в следующем материале. Легендарный советский грузовик стал символом блокадного Ленинграда. Именно на этих машинах перевозили продукты по дороге жизни. То единственное, что соединяло осажденный город с большой землей. Для десятков машин такой рейс мог стать последним. Из трех тысяч автомобилей, которые были задействованы на дороге жизни, более полутора ушли под лед. Рязанские дайверы решили отдать долг памяти защитникам Родины времен Великой Отечественной войны. И приняли решение провести эту поисковую операцию, которая получила название «Вторая жизнь полуторки». Самый подъем, учитывая то, что Ладога, она больше похожа на море, только достаточно берегу, другого берега не видно. И там бывает и шторма, и волны по 3-4 метра. То есть нужно, чтобы нам еще повезло с погодой. И все остальные научные, вот эту техническую часть мы продумали, что-то уже испытали. То есть готовимся к тому, что в начале июня поедем и будем поднимать с одного ладоги автомобиль. Только один организованный этап экспедиции, как говорят подводники, занял почти два года. Они выезжали на Ладогу, определили место, где была затоплена полуторка. Определились технологии подъема автомобиля, а также получили разрешение на проведение экспедиции. Организаторы отмечают, что принципиальным моментом для них является то, что проект работает на некоммерческой основе. Участники-организаторы работаем в ней на безвозмездной основе. Хотя на специальное оборудование для подъема, для подводной связи нужно немалое средство. Поэтому особые слова благодарности хочется сказать директору промгражданопроект Кираковскому Валерию, который принимает непосредственное участие в организации нашей экспедиции. Будущая находка попадет в музей. После подъема автомобиля его предстоит восстановить. И после реставрации полуторка обретет свою вторую жизнь в экспозиции автомобильной техники музея истории ВДВ. Самое сложное это, наверное, восстановление двигателя. То есть раму и ходовую часть еще как-то можно что-то вытащить, что-то придумать. А вот двигатель времен войны, который выпускался очень давно, и таких уже запчастей совершенно нет, придется как-то изыскивать. Хотя эти машины же выпускались по лицензии Форда, поэтому какие-то детали придется заказывать, и, может быть, даже за рубежом, и чтобы все это было принадлежащимися. То есть они совпадали с каждым. Уже в июне дайверы Рязанского подводного клуба «Одиссея» осуществят подъем грузовика со дна Ладожского озера. А презентовать экспонат в стенах музея ВДВ планируют к 9 мая в следующем году. О страшных годах войны и радости Великой Победы дети начинают рассказывать еще в школе. Проходят смотры строя и песни, готовятся портреты для шествия в бессмертном полку, рассказывают о подвигах советских людей. Например, в школе номер один уже много лет составляют знамя Победы из многочисленных солдатских платков. Увидела его Марина Комиссарова. Все началось с акции, запущенной в одну из московских школ много лет назад. Учителя и ученики решили в преддверии 9 мая вспомнить каждого причастного к Победе поименно. В каждой семье найдется тот, кто был на фронте. И каждый совершил подвиг во имя Родины и достоин того, чтобы память о нем жила вечно. Солдатский платок с вышитым на нем именем солдата Великой Отечественной и годами жизни. И есть по замыслу авторов акции такая память. Мы считаем, что это очень великая память. Почему? Потому что она рождается в каждой семье. Многие уже создали не по одному такому платку, а изучая историю своей семьи, своей родословной, они уже сшили несколько таких платков. Смысл акции не в том, чтобы мы напечатали эти платки на каких-то специальных устройствах, а чтобы собственноручно вышили этот платок. Чтобы мы отдали дань тем людям, которые создали нашу свободу. Ежегодно появляются новые и новые солдатские платки. Вспоминаются новые имена героев. Расскажите о своем прадеде. Что вам удалось узнать о нем, пока вы готовили? Ну, конечно, многого я о нем не знаю. Все-таки времени очень много прошло. Но память о нем в наших сердцах всегда жива. И фотографии в нашем альбоме нашей семьи хранятся. И мы каждый 9 мая достаем этот альбом, смотрим и вспоминаем о этих страшных годах. Платки сшиваются между собой и присоединяются к общему полотну – знамени Победы, которое к настоящему моменту уже достигло 40 метров. Количество составляющих его платков посчитать уже никто не берется. С этим знаменем ученики первой школы уже не раз выезжали в Москву. Участвовали в торжественной церемонии на Поклонной горе. 9 мая знамя из солдатских платков ученики пронесут через весь город. Чтобы развернуть и пронести знамя, потребуется 100 человек. И за эту почетную миссию сейчас борются ученики всех классов школы. Я сшивала пять платочков вертикально в ряд. А затем это получившееся полотно я буду сшивать с общим нашим полотном, который имеет длину уже более 40 метров. И именно с этим полотном 9 мая мы пойдем к Вечному огню на акцию «Минут молчания». В школу приходят первоклассники, и каждый год к маю появляются новые имена. Ведь 9 мая – это день победы, а если бы не победа, то не знаю, были бы мы здесь сейчас или нет. Поэтому мы вспоминаем о них. К смотру строя и песни в школе подошли ответственно. Принимали парад и оценивали его представители воздушно-десантных войск. Победу, кстати, завоевали ребята в форме десантников. Они показали уровень серьезной строевой подготовки. На фасаде здания вокзала «Рязань-1» установили мемориальную доску в честь бронепоездов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Доска сообщает, что в годы войны по инициативе рязанских железнодорожников на средства, собранные рязанцами, были изготовлены несколько таких бронепоездов. Памятная доска призвана увековечить подвиг железнодорожников, которые в годы Великой Отечественной войны выступили с инициативой строительства бронепоездов. С идеей установки доски выступила школьница Аревик Казанчан. И этому был посвящен ее исследовательский проект, с которым она победила на всероссийском конкурсе. «Я начала писать исследовательскую работу, которая была посвящена моему прадедушке. Он был членом экипажа 196-го отдельного зенитного бронепоезда. От бабушки, от его дочери я узнала, что в Рязани собирались деньги на постройку бронепоездов. И мне стало интересно, а может, все-таки на каком-то из них воевал мой прадед. Там нашла информацию о своем прадедушке, о бронепоезде, на котором он воевал, о тех местах, где побывал сам бронепоезд и создавая эту исследовательскую работу. У меня возникла идея увековечить память о бронепоездах, потому что, ну, как показали анонимные опросы, которые я устраивала, очень мало людей о них знало». Для ветерана Великой Отечественной войны Ивана Полякова события, о которых вспоминали на церемонии, стали и личной историей. «Наше направление, конечно, очень опасное было. Здесь рядом Москва, поэтому противник все время стремился разрушить наши пути, не дать проникнуть, не дать проехать до Москвы». Авторами бронзового монумента стали известные скульпторы Борис и Василий Горбуновы. «Конечно, образ бронепоезда, он здесь собирательный. Это все-таки никто не знает точно, каким он был досконально, до мелочей. Время прошло много, документов мало, так что здесь некий собирательный образ бронепоезда, такое мощное боевое оружие. А вот депо, из которого выезжает этот бронепоезд, это реальное депо, веерное депо. Оно существует до сих пор, вот если выйти на мост и посмотреть влево, мы увидим руины. Это руины вот этого веерного депо, в котором когда-то собиралось все это дело. И хотелось доске отметить именно вот эти прототипы, реальные места, чтобы они сохранились, вот их боевое славное прошлое тоже нашло отражение в этой доске. В изложении цветов в мемориалу завершило церемонию открытия памятной доски. Майские праздники – это традиционная пора отдыха на природе. Тем более, погода этому способствует. А чтобы выходные не испортили штрафы, например, за разведение костра в неположенном месте, стоит соблюдать некоторые несложные правила. Где можно жарить шашлыки, разбиралась Александра Тамбовская. Пока на территории Рязани и области особый противопожарный режим не введен. Однако это не отменяет правил пожарной безопасности, которыми некоторые рязанцы пренебрегают. В год патрульная служба Министерства лесного хозяйства стабильно пресекает около 300 нарушений. Из них на граждан приходится около 60. Это может быть еще и, допустим, оставление каких-либо горючих смазочных материалов под клонами деревьев. Что еще может быть это? Это может быть также засорение промышленными отходами, что предусмотрено статьей. То есть оставление промышленных отходов – это будет нарушение правил пожарной безопасности в лесах. То есть после, допустим, какого-то пикника люди оставляют мешки с мусором на территории. Это влечет тоже нарушение правил пожарной безопасности. В период майских праздников создали специальные мобильные группы и теперь леса патрулируются гораздо чаще. Чтобы не поплатиться средствами и зеленой зоной региона, нужно помнить, что по правилам пожарной безопасности костры запрещено разводить в лесах среди деревьев, в хвойных молодняках и в каменистых россыпях, местах рубок, а также на участках поврежденного леса. Устанавливать мангалы и жарить шашлыки в Рязанской области разрешено на специально оборудованных площадках в Солодче и на территории личной дачи. Правильное место для разведения костра – это прежде всего безопасное место. Расстояние от ближайших зданий должно быть не менее 50 метров. Местность сухая, без сухой травы, порослей, кустарников или деревьев. И лучше делать это в специально оборудованной земляной ямке, либо на старых кострищах в безветренную погоду. Желающим пожарить шашлыки на открытом огне также придется взять с собой огнетушитель. Вместо дров безопаснее уголь. Высота мангала – 30 сантиметров. После завершения сжигания поробочных остатков костер должен быть тщательно засыпан с землей или залит водой до полного прекращения тления. Весь мусор должен быть убран. Нарушение всех вышеупомянутых правил грозит предупреждением или штрафом. За нарушение правил пожарной безопасности кодексом об административных правонарушений предусмотрена административная ответственность. В частности, за нарушение правил пожарной безопасности по части 1 ст. 8032 предусмотрено предупреждение или административный штраф для граждан в размере от полутора тысяч до трех. На должностных лет от 10 до 20 тысяч, на юридических от 50 до 200 тысяч. Длинные выходные. Майская погода располагает хорошей компанией и отдыху на природе. Но забывать о самых простых мерах безопасности не стоит, чтобы праздники не обернулись трагедией. Рязанские мотоциклисты считают часы до главного события года – открытия нового мотосезона. В нашем городе это красочное и яркое событие проходит 7 мая. Для гостей – культурно-развлекательная программа, конкурсы и подарки. Для байкеров – шанс показать себя и мотоцикл. А посмотреть будет на что. В этом накануне убедилась Олеся Харлина. Ключ на старт и нет. Не полетели. Красиво и респектабельно поехали. Большинство мотоциклистов не скрывают. Между закрытием и открытием нового сезона живут лишь наполовину. Для меня это как наркотик. Болезнь, наверное. Я не знаю, как это объяснить. Потому что я не представляю себя без мотоцикла. Андрей Войнов открывает свой мотосезон с 14 лет. Для него рев мотора сродни биению сердца. И каждый мотоциклист с нетерпением ожидает часа, когда они начинают биться в унисон. Пора смахнуть пыль с бензобаков и показать, на что способны настоящие мотоциклы. Это инжекторный двигатель. Соответственно, 900 кубов объем. Мощность 86 лошадиных сил. Разгон до сотни, три с половиной секунды. Какое количество виртуозных водителей соберется на открытие мероприятия, точно не знают даже сами представители мотосообщества. В программе открытая тренировка по мотоджемхане. Показательное выступление стандрайдеров, живая музыка и полевая кухня. Мы собираемся хорошим коллективом, мы отдыхаем, веселимся, у нас общие темы. А кто так говорит, что ребячество – это люди, которые замкнуты в себе, которые живут только для себя и так далее. Мотоцикл Александра Перепенко тоже способен прокатить на заднем колесе, но создан скорее для эффектного появления на публике. Чего стоит один флаг конфедерации, символизирующий необычность и несогласие. В данном случае с бездумным вождением или качеством на дороге. Вот как я выбрал этот мотоцикл? Я сел, да это мое, мне все удобно. Ноги стоят правильно, вынос рук правильный, все как это. Он попросится, скажет, вот это мое. Я очень люблю вообще водить, управлять и мотоциклом, и автомобилем. Это просто моя страсть, я готов это делать непрерывно, круглосуточно, 7 недель. Купить мотоцикл еще не значит стать достойным представителем мотосообщества. Мотоциклетный спорт опаснее парашютного. К полному баку должны прилагаться ответственность, трезвый ум и надежная экипировка. Я также и своей маме не мог объяснить. Единственное, что папа помог, что ну да, будет все в порядке. В Рязанском областном клиническом госпитале ветераны войн обеспечили лекарственными препаратами. Акция по передаче этого лекарства проводится второй год подряд. Подробнее расскажет Ирина Ковалева. К сожалению, каждый год из жизни уходят люди, благодаря которым наша страна стала победителем в Великой Отечественной войне. Возраст не щадит никого, но тем не менее медицинские работники по всей стране делают максимум для того, чтобы сохранить здоровье ветеранов. В нашем регионе вопросы профилактического наблюдения, лечения ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к этой категории, находятся в ведении Рязанского областного клинического госпиталя ветеранов, который, по словам заместителя министра здравоохранения Рязанской области, прекрасно справляется с поставленной задачей. Каждый ветеран находится под вниманием медицинских работников, как на местах, так и координирует эту работу медицинский персонал, госпиталя участников ветеранов и участников ветеранов войн. Работа проводится достаточно хорошо. У нас есть и данные мониторинга о том, что работа проводится качественно. В канун 71-й годовщины Великой Победы вместе с заместителем министра здравоохранения поздравить ветеранов, находящихся в данный момент на лечении в госпитале, приехали представители компании «Векторфарм». От руководства компании «Векторфарм» эксклюзивного дистрибьютора препарата «Мексидол» я хочу поздравить вас с наступающим праздником, с Днем Победы и пожелать крепкого здоровья всем. И хочу сказать, что наша компания вносит посильный свой вклад в дело сохранения здоровья наших граждан. Действительно, в прошлом году, к юбилею Великой Победы, компания «Векторфарм», являющаяся эксклюзивным дистрибьютором лекарственных препаратов компании «Фарма-Софт», передала оригинальное российское лекарственное средство в семь госпиталей для ветеранов войны. В этом году акцию решили повторить. Так что теперь Рязанский областной госпиталь для ветеранов войн обеспечен одним из самых востребованных препаратов в объеме квартальной потребности. К счастью, благодаря помощи администрации областного уровня, Министерства здравоохранения, в госпитале есть все необходимое для лечения наших заслуженных, уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, дружинников ТЭЛа, ветеранов вооруженных сил. Конечно же, любая помощь, мы ей всегда рады. А такой масштабной, которую нам оказалась сегодня компания «Векторфарма», поставив препарат «Мексидол» для наших пациентов, конечно же, такой помощи мы рады вдвойне. Оригинальный российский препарат, переданный госпиталью, относится к жизненно важным лекарственным средствам, не имеющим аналогов в мире. За его создание и внедрение врачам и ученым была присуждена премия правительства Российской Федерации. С момента создания до настоящего времени он применяется в лечении широчайшего спектра заболеваний практически во всех направлениях медицины. Более 20 лет он применяется в медицинской практике и за это время доказал свою высокую терапевтическую эффективность и безопасность при лечении различных неврологических, сердечно-сосудистых и психических заболеваний. Препарат соответствует высочайшим стандартам качества, позволяет сократить сроки восстановления после болезни и снизить затраты на лечение. Надеюсь, что эта акция послужит хорошим примером для других компаний и мы вместе будем помогать ветеранам и другим гражданам нашей страны. Такую же помощь компания «Вектор фарма» окажет госпиталям в Самаре, Волгограде, Симферополе, Саратове и Москве. На этом у меня все. Мы поздравляем всех рязанцев с Днем Победы. Желаем вам мирного неба над головой. А пока хороших вам выходных. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площади 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. Субтитры создавал DimaTorzok